От оценки рентабельности скважин до заботы об окружающей среде. В «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» сегодня стартовала 13-я творческая конференция молодых специалистов. Открыл ее генеральный директор предприятия Павел Крюков. За развитием событий наблюдал мой коллега Кирилл Мигель. Вот эти конференции мы проводим ежегодно для того, чтобы вы могли показать свой потенциал, свои идеи раскрыть, раскрыть свое мышление и доказать всем, что вы амбициозны, что у вас есть хорошие идеи, что вы можете двигаться вперед. Девиз инновации – в перспективе внедрения. 13-я по счету творческая конференция молодых специалистов «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» стартовала. Три рабочих секции, четверть сотни участников и, самое главное, идеи, которые могут принести реальную пользу предприятию. Мы осветляем и очищаем жидкую фасу от взвешенных частиц и нефти. Екатерина Ильясова в «Ноябрьскнефтегазе» всего полгода. Она эколог не только по образованию, но и по призванию. Сохранение окружающей среды в первозданном виде – ее каждодневный труд. Фраза «утилизация шламовых амбаров» для обывателя – темный лес. Екатерина же в этой сфере – профи. Полтора месяца разработки и новый проект рекультивации земель готов. Комплексный и экономически рентабельный. Ультразвуковая очистка – это нефть извешенных частиц в жидкой фазе. Это обезвоживание бурового шлама в центрифугах, в центрифуге. И в смесителе за счет негашенной известия обезвредить его и получить полезный продукт, который мы в дальнейшем можем использовать для объектов нашей компании. А вот Александр Арсеньев, хотя специалист и молодой, уже ведущий технолог 8-го цеха вангапуровского месторождения, задумался над тем, как обеспечить электроэнергией объекты нефтяной и газовой промышленности. И сделать это, как говорится, дешево и сердито. Стандартные газопоршневые и дизельные электростанции он предложил заменить на двигатели стирлинга. Такие в основном используются в суды и машиностроении, и даже в космической отрасли. Экономия при их внедрении, утверждает «Новатор», составит не меньше 8 миллионов рублей в год. Меньше подготовки требуется, меньше автоматики. Газопоршневые в этом плане чуть сложнее. Ну и затраты на техобслуживание у газопоршневых чуть дороже. Поддержка бизнеса среди молодых нефтяников – не самая популярная секция. Свои проекты здесь представили всего три человека. Геология и разработка месторождения, технология добычи, подготовка и транспортировка нефти и газа вызвали гораздо больше ажиотаж. Идеи молодых «Новаторов» оценивают не только ведущие специалисты «Газпромнефть» на «Ебрскнефтегаза», но и эксперты отрасли – теоретики ведущих нефтяных вузов страны. От их коллегиальных решений зависит, какая судьба в итоге ждет тот или иной проект. Данный метод может стать достойной альтернативой уже существующим технологиям и даже полностью заменить их. Ну и, конечно, лучшие из лучших будут отмечены призами и дипломами. И, быть может, действительно, те, кто сегодня только начинают свой путь в нефтянке, через какое-то время сами будут слушать идеи молодых в качестве матерых специалистов. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города. Новости нашего города. Новости нашего города.